Здравствуйте, уважаемый господин премьер-министр. Вначале разрешите выразить благодарность за согласие дать ответы на вопросы общественного Первого канала. Одна из основных целей вашего визита в Кыргызстан – это решение вопроса по топливно-энергетической проблематике. Насколько решен был сегодня этот вопрос и каковы перспективы сотрудничества в этой сфере? Сегодня состоялось заседание межправительственной комиссии между правительством Кыргызской республики и Республики Казахстан на уровне премьер-министров. Я думаю, что сегодня были приняты достаточно прорывные решения. Президент Республики Казахстан Устан Бешен-Назарбаев уделяет очень большое внимание отношениям к вашей стране. Поэтому перед моей поездкой мне были даны очень конкретные поручения по решению назревших вопросов. В первую очередь это вопросы, связанные с водно-энергетической сферой. То есть объективно для Казахстана в первую очередь интересно, да, это водные вопросы, а для вашей страны в первую очередь это важны энергетические вопросы. Я думаю, что сегодня был найден хороший баланс. Мы договорились о покупке дополнительной электроэнергии в размере 1 миллиарда киловатт-часов, что создает дополнительные возможности для роста экономики, для создания новых рабочих мест. Ну и мы нашли компромисс в вопросе поставки поливной воды для южных областей Казахстана. Я думаю, что это первое такое большое важное решение. Второй вопрос. На уровне правительств мы принципиально договорились о поставках газа для того, чтобы в Киргизии можно было неплохо пройти, безболезненно пройти зимний период. Ну а конкретные вопросы по срокам, по цене, они будут на уровне хозяйствующих субъектов. Ну принципиальное решение было принято сегодня. Ну и третий аспект. Премьер-министром Аумазбеком Шершинчем было предложено рассмотреть вопрос инвестиций со стороны Казахстана в водные каскады на территории Киргизии для создания электростанции. Сегодня Кыргызстан намерен реализовать несколько крупных энергетических проектов. В частности, это проект энергетической станции Камбарата-1. Заинтересован ли Казахстан в участии в этих проектах? По вопросу Камбарата-1 у Казахстана был давно интерес к этому проекту. В силу некоторых объективных и субъективных обстоятельств этот проект с участием в Казахстане не пошел. И сейчас идут переговоры, насколько мне известно, с компаниями из Российской Федерации. Пока официального приглашения нам участвовать в этом проекте не было, но нам было предложение участвовать в некоторых других проектах, меньших по размеру, которые нам представляются тоже невозможным. Мы этот вопрос внимательно изучим и думаю, что в обозримом будущем мы примем соответствующие решения. Для нас это принципиально важно, поскольку юг Казахстана – это индустриально быстро развивающийся регион, и мы в каком-то момент начнем испытывать дефицит электроэнергии. На сегодняшний день очень многих кыргызстанцев беспокоят проходные границы между нами. Не все же контрольно-пропускные границы пункта открыты. И многие частные предприниматели Кыргызстана очень часто сталкиваются с таможенными барьерами. Как решается вопрос? Я понимаю, что вопрос контрольно-пропускных пунктов – это очень чувствительная тема, в первую очередь для граждан Кыргызстана, поскольку перемещение – это жизненно важное, жизненно необходимо. Хотел сказать, что в общей сложности у нас существовало 11 контрольно-пропускных пунктов. Из них 7 на сегодняшний день работает, и сегодня мы договорились еще допустить 2, то есть будет 9 работать. В то же самое время вопросы в полном объеме таможенного прохождения между нашими странами на сегодняшний день решены быть полностью не могут. Почему? Потому что Казахстан является частью таможенного союза, и у нас есть определенные обязательства перед всеми участниками таможенного союза. Поэтому это не только граница с Казахстаном, но и граница с Россией, и граница с Белоруссией. У Кыргызстана есть намерение вступить в таможенный союз и единое экономическое пространство. Поддержите ли вы это стремление Кыргызстана? Казахстан с Российской Федерацией, с Белоруссией в момент создания прошел достаточно сложный путь, поскольку у этого объединения есть положительные, есть и менее положительные стороны. Поэтому прежде чем в какой-то стране вступать, нужно все внимательно взвесить и принять окончательное решение. Например, с точки зрения положительных моментов. Границы между Казахстаном и Кыргызией не будет. Таможенных пунктов не будет. То есть свободное перемещение. Это плюс. В случае вступления в единое экономическое пространство, по тем договорам, которые заключены, в случае, если будет присоединение, то граждане Кыргызии при трудоустройстве на территории Казахстана будут обладать равными правами с гражданами Казахстана. То есть не нужно получать разрешение на работу, а свободно можно работать. И свою продукцию, например, плодовощную продукцию или молочную продукцию, то есть свободно можно будет перемещать без какого-то не было контроля. Это большой плюс. А минус? А минус это в том, что есть определенные таможенные пошлины, которые существуют внутри таможенного союза, которые Кыргызстан в случае вступления обязан принять на себя. То есть на некоторые группы товаров, которые импортируются из третьих стран, неизбежно произойдет повышение цены. Это тоже будет чувствительно. То есть с точки зрения производителей это плюс, для тех, кто занимается импортом, то есть завозит товары из-за границы, они почувствуют определенный дискомфорт. Вот это надо все взвесить. Вы как бы хотели, вот способствовали, хотели бы способствовать, чтобы наша страна вступала в таможенный союз? Вы знаете, позиция Казахстана, она была достаточно четкая. Мы были бы заинтересованы в том, чтобы Кыргызстан был членом таможенного союза. Тогда бы очень много наших двусторонних вопросов решались бы автоматически. Но опять хочу сказать, что это суверенное право каждой страны, каждого народа принимать такое решение. Сегодня очень много граждан работают и проживают в Казахстане. Скажите, какова ситуация по защите прав граждан Кыргызстана в вашей стране? Еще раз скажу, что в случае присоединения к единому экономическому пространству, они обладают равными правами, кроме голосования, с гражданами Казахстана. То есть вот на сегодняшний день, с 1 января 2012 года, гражданин Казахстана может работать в России, и ему не потребуется разрешение на трудоустройство, и наоборот. И в том случае, если Кыргызстан к этим договорам присоединится, то граждане, они будут иметь те же самые права. А вот на сегодня они ведь не имеют те же самые права? На сегодняшний день они не имеют, и на сегодняшний день есть определенные проблемы. И они решены быть окончательно, не могут, поскольку пока вы на территории единого пространства, то есть являетесь такими же иностранцами. И это достаточно сложный и чувствительный вопрос. И это вопрос уже не только Казахстана, но и всего единого экономического пространства. Поэтому здесь надо все взвешивать, найти баланс этого интереса. Этим летом, когда приезжали предприниматели фонда Самурок Казана, была беседа с премьер-министром Аматом Баевым о том, чтобы создать совместно Кыргызско-Казахский инвестиционный фонд с капиталом в 100 миллионов долларов США для реализации экономического проекта. Как вы смотрите на эти двусторонние отношения и на эту инициативу? Я считаю, что это важный и нужный проект. Впервые мы об этом с Алмазбеком Шершеновичем говорили в 2007 году, когда я сюда приезжал еще, и он тогда был премьер-министром. Потом это была некоторая заморозка. Сегодня мы окончательно объявили, что такой фонд создан, и в ближайшее время фонд Самурок Казана откроет офис в Бишкеке, и я думаю, что он в ближайшее время начнет функционировать. Я считаю, что это очень хорошая возможность для хороших инвестиционных проектов в вашей стране получить дополнительное финансирование, источник финансирования. А вот в дальнейшем при развитии этого фонда уставной капитал будет увеличиваться? Ну, надо начать для того, чтобы проекты пошли. Я думаю, если проекты будут хорошие, деньги найдутся. А что вы могли бы сказать о том, что в последнее время в нашей стране происходит очень много изменений, и особенно это касается в политической сфере. Вот какая ваша оценка о работе нашего правительства сегодняшнего во главе с Солмазвиком Атамбаевым? Ну, я хотел сказать свое личное впечатление, как о своем коллеге. Я считаю, что этот человек — слово, это достаточно решительный человек, и мне приятно с ним работать, как со своим коллегой. А вот работа вообще в двухсторонних отношениях, насколько вот в этом году увеличилась? Ну, вот ваша оценка. Я считаю, что в 2011 году мы увидели существенное улучшение ситуации. Честно скажу, что в 2010 году были определенные сложности после всех событий, которые происходили здесь, и они, несомненно, отразились как на наших торгово-экономических отношениях, на пунктах пропуска, ну и так далее. А в 2011 году ситуация совершенно обратная. И вот я считаю, что сегодня наша встреча — это как бы триумф, я бы так даже назвал, прорыв в наших двусторонних взаимоотношениях. За что я Алмузбек Шаршеновичу очень благодарен. Готов ли Казахстан увеличить свое присутствие в финансовой сфере в Казахстане в дальнейшем? Вы знаете, это вопрос очень интересный. Для того, чтобы казахстан и казахстанские компании имели возможность и желание увеличивать свое присутствие в Кыргызстане, должны быть правильно оценены все существующие риски, поскольку деньги, они всегда любят стабильность, счет и определенность. Я думаю, что те тенденции, которые существуют, они вселяют определенную надежду. Но здесь надо внимательно смотреть на все составляющие. А какие совместные проекты вас больше интересуют сегодня у нас в Кыргызстане? Ну, вы знаете, в первую очередь, конечно, интересные проекты, которые связаны с горнорудным развитием, как мы с вами уже говорили, с водно-энергетическими некоторыми проектами, может быть, с некоторыми инфраструктурными проектами и с проектами в области развития туризма. Сегодня Аумабек Шеншенович мне говорил про его планы в дальнейшем, о развитии финансового центра, о развитии некоторых инновационных проектов. Но когда будет больше конкретика, то я думаю, что наши компании с интересом рассмотрят все предложения. Спасибо большое. На этом наше интервью завершается. А я хочу напомнить, что с нами был премьер-министр Республики Казахстан Карим Масимов.